Диссеминированное внутрисосудистое свертывание Я продолжаю ту же лекцию Диссеминированное внутрисосудистое свертывание Которое сегодня называется Острая массивная кровопотеря Следующая лекция будет Тоже Диссеминированное внутрисосудистое свертывание оно будет называться заражение крови, и все будет ДВС. Ну, поскольку человек каждый переживает ДВС обязательно, хотя бы тогда, когда он умирает, а смерть – это диссеминированное внутрисосудистое свертывание, то вы понимаете, что мы говорим с разных позиций о том, что есть диссеминированное свертывание при смерти, вы должны знать из истории трансфузиологии нашей страны. Когда в 30-е годы институт Кипасовского предложил переливать трупную кровь. А трупная кровь готовится таким образом. Вот человек ударом сбила машина и наповал, он умер. Его привозят в институт Кипасовского и 4 часа ждут, потому что у него всюду свернулась кровь, всюду она не течет. После этого наступает фибринолис. Вы помните, что сгустки фибрина, подвергаясь ферментативному распаду, выбрасывают в окружающее пространство продукты деградации фибрина ПДФ. И эти продукты деградации фибрина растворяют тромбы. Вот на это и уходит 4 часа. После этого, но на трупе 4, на живом быстрее, там же холодно, у трупа холодный. После этого катетеризируют артерии и вены трупа, выливают из него кровь, которая носит название трупной крови. Я застал трупную кровь и уже, будучи в этих стенах, вынужден был вести долгую и нудную дискуссию с институтом Склифосовского на тему «Почему нельзя переливать трупную кровь?» Сначала я пытался объяснить, что она на самом деле не кровь, она же трупная, это развернутая кровь. Ну, это не помогало, потому что она красная, содержит эритроциты, но почему не кровь? По-моему, единственный аргумент, который я мог привести, не говоря о том, что это вообще вызывает шок у наших соседей за границей, я единственный аргумент только тот, что, ребят, вы не можете проверить, не заразился ли он чем-то перед смертью, вы проверили, ну, так сказать, может, он гомосексуалист или еще что-то, вы же не можете, на трупе ничего не проверишь, вы не можете прокарантинизировать эту кровь. Ах, да, ну ладно. Но у меня уверенности нет окончательной, что нигде кто-то в дуру не перельет трупную кровь. Уж очень она похожа на кровь, но она только похожа. В ней крови нет, это другая среда. Хорошо. Острая массивная кровопотеря. У меня будет целая серия слайдов, которые имеют довольно серьезную смысловую нагрузку, текстовую. Я не могу показывать некоторые вещи, а с ними придется вот разговаривать. Острая кровопотеря для любого теплокровного животного – это физиология, почти физиология, потому что ни одно живое существо не может пребывать долго на свете, не страдая кровопотерей. Ну, менструальная кровопотеря – это чисто человеческое явление, потому что у животных месячных нет. Там течка, там другое. Но просто жизнь живого существа сопряжена с травмой непрерывной. И уж где-где естественный отбор должен был работать, но в первую очередь, конечно, на кровопотерю. И поэтому рассчитывать, что мы, вот, жители 20-го столетия планеты, открыли, наконец, нечто, что противостоит кровопотере, это расчет ошибочный. И физиологическая защита от этого травматического повреждения, она и будет предметом нашего разбирательства. Вы понимаете, ведь, когда бы я стал говорить вам об антибиотиках, я бы сказал, большинство, огромное большинство антибиотиков относится к бактериостатическим антибиотикам. Бактериолитических очень мало. А что значит бактериостатические? Я рассчитываю на то, что организм добьет микроба, которому я запретил делиться. Или сделал его менее делящимся, скажем так. То есть мы работаем в противоинфекционном плане все-таки на пару. Я врач, но и больной тоже не безучастен. Кровопотеря. Все мои действия ориентированы на то, что организм сам-то противостоит этому повреждению. Он же приучен к этому повреждению миллионами лет эволюции. Отсюда вот эта фраза. Самое распространенное повреждение. Всегда при кровопотере, особенно в хирургической интерпретации, начинают с количества. Вот сколько потерять опасно, а сколько безопасно. Должен сослаться на собственную биографию. Когда работал в районной больнице, у нас, конечно, деревенский район и нравы деревенские наняли меня участковым терапевтом. И сразу, конечно, на трехдвеневую систему. С утрева больница, палата, потом поликлиника, где нет разговорчиков на тему, сколько у меня больных. А столько, сколько притопало по грязи осенью в сапогах из района. Столько и примешь. Ну а вечерком для прогулки это уже помощь на дому. Ну, очень недолго длилось это счастливое детство. Мне сказали, что ты хороший парень, энергичный. Ну-ка, пожалуйста, заведуй поликлиникой. Нет-нет, все останется, но заведовать надо поликлиникой. Это хорошо. Буквально в считанные недели определилось, что некому вскрывать трупы. Андрей, ты молодой. И еще один аргумент, ты же мужчина. И я поехал обучаться патанатомии на рабочее место, на кафедру Анатолия Ивановича Струбкова. Там еще жив был Алексей Иванович Абрикосов. Обучился патанатомии. Но только ты, это без дураков. Участок у тебя остается. Хорошо. Дальше, раз ты поликлиникой заведуешь, то детство в районе твое. Дальше детская комната родильного дома. Ну, некому работать. Ну, неужели ты не понимаешь? Ну, некому работать. Ну, пусть умирают, да? По-твоему, так? Ну, я могу это продолжить. В общем, клиническая оценка кровопотери, она не является случайной. Она определяется жизнью. Женщина шестые роды стремительно родила. Младенца взяли в руки, отнесли в детскую комнату, врача куда-то вызвали. Через полчаса врач застает в кресле. Врач рожала так, почему-то в кресле. Труп. Она умерла. Я вскрывал. А тогда смерть в родах была делом государственной важности. И меня, как патолога-анатома, а акушера, как акушера, вызвали в областной институт, посадили на такой сцене на скамеечку, и мы ответствовали, как же так? Вы потеряли женщину. Я, конечно, перед тем, как поехать в маниак, я перелопатил литературу и выяснил, с какого уровня кровопотери может умереть женщина. Для меня это было событием. Пол-литра, дорогие мои, пол-литра, и может умереть эта минимальная кровопотеря, при которой может быть смерть. Ну, я готов выслушать все возмущенные возгласы. Да что вы, да пол-литра, да откуда? Но эти возгласы людей, которые не видали эту жизнь. Все ведь очень просто. У нее шестые роды. Из нее вылетел плод, как по маслу. Раз, и нету его. А вы попробуйте потерять из живота 5 килограмм жидкости. Парацинтезы кто-нибудь из вас делал? Ну, много делал. Ну, это тракаром выпускают воду из живота. Выпустил, а он белый лежит. У него нулевое давление. Почему? Потому что провалилась кровь в живот. Вы давление сняли в животе. Стремительные роды и означают быструю, фактическую потерю, фактическую потерю около 5 литров. Ведь вот что произошло. Плод-то лежал в ней, и он выскочил. Значит, образовался вакуум. Значит, игра давления, которая была, обеспечивала всю беременность, сработала на потерю давления около плодных вот полтора литра, вот вам 5. Стремительных. Потому что на простыне мы ее взвесили. Было пол-литра кровопотери. Ну, может быть, всегда не верьте точным цифрам, особенно из-за кушерства. Даже если я говорю, если уж а кушерство, то неправда. Но, ну, не важно, пол-литра или литр. Важно, что это стремительные потери. И вот это надо иметь в виду потому, что вся моя тактика будет определяться теми клиническими характеристиками кровопотери, которые кроме врача никто не может добыть. Бессмысленно операционную кровопотерю оценивать в миллилитрах. Ну, ее оценивают, салфетки взвешивают. Я это все ведь знаю. Это ничего не дает. Потому что, я продолжаю лекцию про ДВС, на кровопотерю было некое смещение давления вниз. На кровопотерю при обширных раневых поверхностях тканевой тромбопластин попал в русло крови. Падение давления и тканевой тромбопластин тромбозы. Объем этого тромбирования равно как и объем попавшего тканевого тромбопластина не поддается никакому лабораторному измерению. Это ферментативные сдвиги, они меняются по секундам. Я могу только оценить это визуально, как врач. Поэтому пусть вас не смущает, что в противовес той табличке, которую я вам показывал, ВОЗовская, где сколько миллилитров, какая степень. Я привожу вот эти данные, потому что работать вы будете с этими данными, а не с миллилитрами. Ничего не получится с миллилитрами. Из хорошего замоскворецкого купца выпущали в сундунах и пол-литра, и литр. Он только расцветал от того, что ему пустили кровь. Но это купец. В нем этих литров не семь, как у всех нормальных, а пятнадцать. Ему только облегчение. Это все равно, что бы я ни говорил, я не сумею перевести на цифры. Не выйдет ничего. Это ужасно действует по центральной периферической нервной системы ортодоксальных хирургов, которые хотят оперировать цифрами. Нет, скажите, сколько? Да не могу. Значит, вот этот симптом, он безупречен. Он всегда верен, но он не поддается количественному анализу, и надо быть опытным врачом, чтобы увидеть, ну, потерял, не потерял, ну, что же. Второе, пустые сосуды. Вот у меня вены, их все видят. А когда кровопотеря, вы не можете пунктировать вену, потому что все вены превратились в синие ниточки. Нет у него сосудов для пункции. Появляется только центральная здесь, бедренная, югулярис. Почему спазм, немедленный спазм и уход. И провал, конечно, провал, а потеря объема. А дышка при минимальной нагрузке. Хорошо при минимальной, но нередко и без нагрузки. Вот я на этом чуточку задержусь. Если больной начинает крыльями носа ловить воздух, если больной при вдохе напрягает лестничные мышцы, это называется одышкой. Не чистота дыханий, а участие вспомогательной мускулатуры. Это абсолютно объективный признак, на то она и создана. Это дополнительная литература, чтобы обеспечивать максимум аэрации крови. И вот хватает шея, начинает подымать лестничными мышцами верхнюю апертуру грудной клетки. Это одышка. Еще раз участие лестничных мышц и крыльев носа. Вам придется, ну, кто так район нюхал, истеричик знает. Истеричка вам может закатать 40 дыханий в минуту, но она делает как овца дышит. А вы растерялись. Но она дышит. Как она дышит? Она дергается, а не дышит. А вот когда нет воздуха, тогда мускулатура выдаст. Точно так же, как у нас была одна дама, которая изображала дыхание одним легким. Позвали на консультирование. Андрей вы знаете, правая легкая не дышит. Ну, поскольку я работал, когда их было много, это послевоенный период. Ну, что значит одно легкое не дышит? Конечно, когда я представляю стетоскоп налево, она дышит, а когда стетоскоп направо, она делает... ну, так не будь дураком, возьми второго человека, и все. Конечно, это такие фокусы простые. Тахикардия, конечно, это показатель не всегда работающий, он относителен, потому что при ранениях брюшной полости, при раздражении вагуса, при внутреннем кровотечении большой тахикардии может не быть. Тем более, что вы исходного пульса, как правило, не знаете. Он ваготоник, он симпатикотоник, кто его разберет? 80 ударов в минуту для ваготоника много, а для симпатикотоника это даже чуть-чуть и просто норма. Ну, снижение артериального давления. Конечно, это важный показатель, но все они имеют относительный вес, потому что вы не знаете, гипертоник ли был. 120-70 у злостного гипертоника это почти обморок, а 120-70 для здорового человека, так это норма, а для некоторых дам это даже подъем артериального давления. Но без этих оговорок ничего не получится. с кровопотери это ужасный слайд, но я прошу его запомнить. Вы понимаете, нету ответа. В этом институте министру здравоохранения покойному теперь уже Борису Васильевичу Петровскому демонстрировали найденный здесь препарат, препарат, который заменяет кровь. Брали собаку, ставили ее в станок, надсекали вену и выпускали из нее всю кровь. Всю, больше не течет. А потом вливали кровь заменитель и собака оставалась жива. Ну, я хорошо знал Бориса Васильевича и мы, я могу сказать, что, так сказать, хорошо друг к другу относились. Но министр есть министр, я знаю, что такое морочить голову министру. Потому что в контроле был физиологический раствор и собака умерла на физрастворе. А в контроле должна была быть плазма. Надо было видеть лица этих экспериментаторов, когда я им сказал, ребят, пока не будет плазмы вместо излившейся крови, я с вами разговаривать не буду. В чем же дело? Невозможно вылить всю кровь. Вот просто физически невозможно. И уже я вам говорил, на прошлой лекции. Мускулатура работающая вбирает в себя крови в 20 раз больше, чем мускулатура неработающая. Это довольно интересная картинка при гистологическом исследовании. Вы видите в капиллярах мышцы единичные, далеко друг от друга отстоящие эритроциты. Значит, кровоток какой-то есть в покоящейся мышце. Но он резко меняется при активной работе. При активной работе все меняется. Кровоснабжение всех органов и систем. Вспомните старые студенческие, наверное, может вам показывали, может быть нет, опыт, как берут человека, кладут его на весы, и вот он, ну у меня может это получится, здесь голова, там ноги, он уравновешен, и вот подносят глазам книжку, и головной конец перетягивает быстро. В чем дело, черепная коробка в объеме своем не изменилась. Она все-таки в костях кровь прилила. Больше ничего. Когда я работаю, то у меня кровоснабжение. Из этого очень далеко идущие выводы надо делать. Когда-то по Кремлевке проезжались, но я объяснял, а вы обратите внимание на членов Политбюро, когда здесь был Зурабов, я ему это понемножку рассказывал. Каганович в 90 с чем-то, Молотов за 90, Маленков, который очень был больной, тяжелый, тоже за 90. Ну, ребят, в чем же дело? И потом, а какова у них была жизнь? ужасная жизнь. Хозяин-то был все-таки несколько со смещенными мозгами, и он работал по ночам, и он все-таки был изувер. Он все-таки у Молотова женку посадил, у Маленкова тестя сослал, у Буденного жену посадил, у Калинина посадил, и они знали, что сегодня жена, а завтра ты. А периодически бывало и так, что вдруг портреты Политбюро, а вот Вячеслав Михайлович нет. Или детство маршала реклама кино, это пробуденного, и вдруг во всех кинотеатрах сняли. Вы представляете себе коронарные сосуды? Молотов подправлен на юг, на отдых, а он знает, в Серпухове или в крайнем случае в Туле снимают с поезда и на Лубянку везут. И вот правили. Серпухов проехал живой, Тулу проехал живой, приехал на юг, никто не трогает. Вот какая была жизнь и до 90 лет. Почему работали они мозгами так, как никто может быть не работал и день и ночь. И склероз тогда отступает, если очень энергично работает. Это долго приходится объяснять, что, ребят, на пенсию можно отправлять это примерно то же самое, что на смертную казнь. Хорошего мужика взять, ну и конец, он умирает. тромбируется все. Но вот неизвестно, сколько нужно потерять крови, чтобы умереть. И это определяется, конечно, можно умереть, но только всегда обсуждается не потеря крови вообще, а потеря кислородоносителя. Если я восполняю плазмой, физиологическим раствором, то если я не позволяю потерять быстро, то человек остается живым. И главное, самое главное, здесь нужен переворот в головах врачей, чтобы они поняли, когда было провозглашено, что кровообращение замкнутая система. Это было верно принципиально, так же, как верно, что Земля вертится. Но она вертится, а потом еще вертится и вокруг оси, и вокруг Солнца, и вместе с Солнцем во Вселенной. Просто она так не вертится. Но все правда, да, замкнутая, но в определенных пределах. И вот при кровопотере начинается важнейший компенсационный механизм. Из тканей лимфа проникает в кровь, а лимфа и плазма это идентичные жидкости, идентичные. И из межклеточного пространства в кровь поступает тканевая жидкость, это уже не лимфа, тканевая. И поэтому если вы растянете время кровопотери, то человек будет сохранен. Это принципиальная вещь, время. Ну хорошо. Вот я бы только хотел одно сделать. Я вам говорил, ну, курсантам, по крайней мере, что на лекции меня можно перебивать. Если этот слайд, а он определяет все. Если это понятно, я могу уйти. Ну, могу продолжить. Но, в общем, все решает он. Если здесь что-то непонятно, можете перебить меня и спросить. Это принципиальная вещь. Ну, да. 7 минус 3, это вам не 4. Потому что если этот человек имеет 7 литров, то против этого нельзя сказать, что он 4, если здесь была 3-х литровая кровопотеря. Неверно. Это два разных человека. Этот и этот. Этот потребляет огромное количество крови, а этот вообще только снабжает сердце до легкие. Тем более он лежит и мозги у него не участвуют. Ну, это, так сказать, понятно. Я об этом говорил. Это тоже важно, потому что вот есть такое понятие реинфузия. Вот ранение, в брюшную полость излилась кровь, ее берут и через марлевый фильтр вливают назад шок смерть. Ну, как же, мы ему вернули его кровь. Ничего подобного. Если она излилась в брюшную полость, это уже не кровь. Реинфузировать ее можно только при одном условии. Вы отмыли эритроциты и вернули. Все остальное вон. Нету никакой реинфузии без отмывания. Это почти трупная кровь. И сплошь и рядом тяжелейшие осложнения, обусловленные тем, что врач не понимает излившаяся кровь не кровь. Там распались лейкоциты, там склеились эритроциты, там склеились в тяжелые агломераты тромбоциты. Поэтому вы будете переливать комковатую жидкость, которая вам на первый взгляд кажется жидкостью. Но распавшиеся лейкоциты выбросили цитокины, которые будут только способствовать потере артериального давления. Нету излившейся крови, это уже другая среда. Ну вот, это вот эритроциты в начале, вот это семь суток хранения, а сюда ведь лучше не смотреть. Понимаете, теоретически мы консервируем кровь, которая хранится по нонешним рецептам 32 дня. Я иногда спрашиваю, а кто из вас переливал такую кровь? Я нет, никогда. А кто-нибудь лил? Вы знаете, какие там реакции? А зачем такую кровь лить? Что-что? Если нет другой, ну представьте себе, горит керосиновая лавка. Воды нет, вы керосином заливать не будете, а вы меня не спрашивайте, если нет другой. Пускай воду пьет, но он умрет от этой крови. Вот в чем дело. Хотя галочку вы поставите. нельзя работать, ну я вот задержался, я был в реанимации и кое-что объяснял из правил поведения. Вы понимаете, какая вещь? Не может существовать аккредитованное учреждение, которое не обеспечено необходимыми условиями своей работы. Ну не может быть автомобиля необеспеченного маслами. А мне скажут, а вот нету, а вот как быть? А вот никак. Нельзя ехать на машине, если масло вылито. Ну нельзя. Ну а мне нужно? Не знаю. У меня не будет ответа на вопрос, как лечить, если лечить нечем. Я этого не должен касаться. но строго говоря, во-первых, солевой раствор, вы же знаете это со студенческих лет, что внутренняя моя среда жидкостная, это морская вода. Моя жидкостная составляющая в плазме, в лимфе, где угодно, это морская вода. Кипяченая профильтрованная морская вода абсолютно годится для переливания. Это хорошая среда. Ну конечно она должна быть чистой, но не спрашивайте меня, если у нас фильтра нет, тогда что делать? Не знаю. А если у вас кипятильника нет, ну что я могу сделать? Значит это не порядок. Кроме того, существует мало-мальски серьезное учреждение, все-таки кровь в поликлинике не переливают обычно, это в стационаре. Мало-мальски серьезный стационар всегда должен иметь элитных доноров. Вот мы живем при нашей станции переливания крови, а у меня здесь в этом контингенте есть персонал, к которому я могу обратиться и сказать слушай, Женечка, срочно, надо тромбоциты. Ну хорошо. И это элитное донорство, это великолепное изобретение трансфузиологии, потому что они зарабатывают, они следят за собой, они чисты, там не бывает неприятностей. А как быть, когда тромбоциты остро нужны? С эритроцитами не должно быть таких накладок, это безобразие. Не должно быть накладок с плазмой, она должна быть в учреждении или закрывать его, если у вас есть хирургия. Эритроциты должны иметь Армения. Сведения об армянском землетрясении получили мы почти немедленно. я ехал из командировки, еду по шоссе, говорю, я поеду в институт. Мне говорят, жена, дай ты отдохнуть наконец ребятам без тебя, ну не мешай ты людям вторая половина дня. Нет, не спокойно. Заезжаю, телефонный звонок. Андрей Иванович, что у вас там вот с Ереваном из Минздрава? Я лихорадочно соображаю, кто из нас напакостил в Ереване. Что, начинаю какие-то слова говорить, а перед этим была командировка в Карабах. Черт, да нет, землетрясение там. А, ну, слава Богу, легче. Тут же звонок в Ереван, уже от нас. И, в общем, первая специализированная бригада на специальном самолете вместе с передвижной станцией переливания крови была отправлена в Ереван. И мы все просчитали. Пока летели, нам объясняли, вы не знаете армян. Это мне очень интересно. Я не знаю, кого я не знаю. Вы не знаете евреев, вы не знаете армян, вы не знаете греков. Это до бесконечности. Они никогда не сдают кровь. В Ереване стояла огромная очередь добровольцев, сдающих кровь. Когда здесь произошел взрыв, воскресенье, Беслан, немедленно, работала единственная станция в городе, наша. Она была забита добровольцами. Что мне рассказывать про мой народ? Я его знаю. Хороший народ. Поэтому нету крови, имейте элитное донорство. Получите быстро, отцентрифугируйте, отстоять просто. Как же так? Надо? Иначе нельзя работать. Ну, это та картиночка, которую я вам показывал. Только здесь в основе лежит вот это вот кровотечение. Шок, стаз. Любая рана, гиперкоагуляционный синдром. Любая. Но выраженность его будет у разных людей разная. И дальше идет гиперкоагуляция, гиперкоагуляция, гиперкоагуляционная активация фибринолиза и кровотечение за счет продуктов деградации фибрина. Да? Вот это тоже фраза, которая всегда трудна для усвоения, потому что никак нельзя избавиться от светотеряемой жидкости. Я же вижу, что вытекает красное, значит, надо наливать красное, а вы предлагаете наливать белое, так это же непонятно. Нет. Гибель больных при острой кровопотере довольно стандартна. Это полиорганная патология, обусловленная диссеминированным свертыванием, но конечная финиширующая часть тонатогенеза, она обусловлена, органом-мишенью. Если это пожилой человек, то у него чаще срывается сердечный ритм. Я бы только хотел два слова, маленькое отклонение в сторону. Вы понимаете, люди разные, не просто так вот они друг на друга не похожи, но мы знаем, что есть типовые разницы. Вот есть люди, которые пропотев дают аритмию. Это гипокалимический срыв в ответ на потерю электролитов с потом. Но есть люди, которые пропотев дают судороги в ногах. Это люди, которые не крепкие, тот первый по гипокалимии, а этот второй по гипокальциемии. Есть люди, которые роняют давление, и у них начинается рвота в ответ на тяжелый эксикоз, потерю влаги. Это люди, которые имеют ограниченный диапазон по натрию. Гипонатриемии вызывают тошноту, рвоту до неукротимой рвоты, включительно. Гипонатриевый человек. Мы разные. Точно так же, как один, покушав мясо, чувствует большое удовольствие, а другой, хорошо заправляясь мясом, получит подогрисческий криз, у него заболят суставы и кости, ну, суставы, конечно, а третий на том же подагрическом диатезе умрет от почечной недостаточности, хронической. Никто не обратил внимания, наверное, или не помнит медицинское заключение гибели Юрия Владимировича Андропова. подагра. Подагра. У него остановились почки, ну, мы писали, это, я никогда не рассказываю того, что не опубликовано по Кремлевке, это медицинское заключение и протокол вскрытия. Мы знали, что это подагрический нефропатический процесс, тяжелейшая подагрическая нефропатия, сопровождающаяся остановкой почек, диализ, ну, там, синегнойный сепсис, это уже другое. Подагра, это серьезная вещь, хотя это не часто. Значит, различие людей, ну, то же самое по сахару, это можно уйти в диабет и так далее. Значит, когда я говорю о тонатогенезе, при острой кровопотере, там не будет какой-то одной причины, вот он потерял, он умер, он выберет орган-мишень или механизм-мишень, электролитная смерть, очень частая остановка сердца. Это, конечно, гипокалимические дела. Ну, это слайд непрерывно показывается, потому что все время хочется накачать кровью. Я уже говорил об этом, вот это нормальные альвеолы, просвет между клеточками здесь. Два-три микрона эритроцит протискивается. Кстати, никакой плазмы тут нет. Тут эритроцит сидит на хвосте у эритроцита. Плазма ушла в ткани, она обменяется с той, которая придет в венулярном отрезке, в русло крови. Это к вопросу замкнутости. Какая замкнутость? Все время плазма уходит, приходит, уходит, приходит. В кишечнике лейкоциты непрерывным потоком идут из кровяного русла в просвет кишечника. Ваша кишечная стенка это сито, через которое выходят лейкоциты, обеззараживая флору, стремящуюся войти в русло. И вот на этом стыке потока лейкоцитов и потока микробов и работает защитная система кишечника. Там нету просто пленки. Это довольно любопытная картина гистологически, но как только вы останавливаете поток лейкоцитов, у вас паралич цитостатический, производство гранулоцитов начинается некротическая антеропатия, воспалительный процесс в кишках. И вот здесь, вот в этом месте, где протискиваются эритроциты, появляются очаги расширения, они все толстые, вот вы сравните этот просвет и вот этот просвет, там лежат эритроциты, вот при кровопотере сладж, болото в переводе образуются в легких. Именно поэтому нельзя накачивать больного эритроцитами, накачивайте плазмой, чтобы эти эритроциты не свернулись здесь, иначе будет плохо. Но такая же картина где угодно и в коже, отсюда, я говорил об этом и еще раз говорю, расходятся швы, не заживают раны при шоке, при, то есть ДВС синдроме. Большое увеличение, вот вы видите эти просветы. Дальше. Ну происходит при кровопотере, это защитная реакция организма, централизация кровообращения. Обычно в учебниках нажимают вот на это дело. Ну это переоценка стоимости человеческой головы. На самом деле вот. Для спасения голова никому не нужна. Но это все-таки пережитки того времени, когда центральная нервная система была в центре внимания государства. централизация вот тут. Сердце легкие, больше ничего. Всем остальным организм жертвует. Кишечник молчит, почки стоят, печень увеличена, молчит, все молчит, кроме коронаров и легких. Это защитная физиологическая реакция в ответ на массивную кровопотерю. Ну, это система незамкнутого кровообращения. Вот в селезенке центральная артерия, вот муфта здесь и вот конец. Конец все изливается в перевоскулярное пространство. Эритроциты лежат вне эндотелиального окружения. Здесь они подвергаются фагоцитозу, старые эритроциты, а которые надежны, они через дырки синусов уходят в вену. Селезенка в ответ на кровопотерю быстро сокращается. Но такая же вещь везде потеря плазмы и расширение или сужение сосудов. Понимаете, вот мы говорим 7 литров. Скажите, пожалуйста, сколько воздухов в волейбольном мячике? Это зависит от того, под каким давлением вы туда его загнали. Может быть, 100 кубиков, а может быть, 8 литров. Так и с кровеносными сосудами. Они могут быть спавшимися, тогда мало. Крови могут быть резко расширенными, тогда много. Поэтому замкнутость и незамкнутость это один из важнейших механизмов выхода из трудного положения при кровопотере. Все спазмируется, все выбрасывается в русло, мобилизуется и централизованное. Грудной лимфатический проток, он собирает лимфу здесь и из нижней половины тела, выбрасывает ее в кровь. Это полтора литра жидкой среды в кровяное рысло собирает лимфатический проток. Полтора литра. Желудок. Желудок секретирует полипептиды в количестве, в объеме, в жидкостном объеме полтора литра. Как только будет кровопотеря, желудок перестает секретировать, он молчит. Вообще меня удивляет, но я не знаю тот, кто помоложе вам на физиологии. Рассказывали этот эксперимент Ивана Петровича Разенкова. Он был выполнен в этом институте, доказавшего, что желудок обладает мощной секреторной активностью. Желудок работает все время, пропуская через себя продукты белкового распада, пропуская углеводы и продукты распада жиров и жиры. Они поступают в желудок, подвергаются перевариванию и всасываются, но одни там в виде триглицеридов это жиры, а белки в виде аминокислот. И поэтому, когда вам рассказывают, что вот он голодает, ему нужно столько-то калорий, вы не беспокойтесь, ему не нужны ваши калории. Если человек не кушает, то он сам себя хорошо кушает, включая незаменимые аминокислоты. Работа была выполнена здесь, тогда заведовал отделением Харлампий Харлампевич Владос, а эксперимент проводил академик Иван Петрович Разенков, заведующий кафедрой физиологии первого мединститута. Они вливали в русло сыворотку крови и смотрели появление белка в желудочном содержимом, пропорционально количеству влитой. Сыворотка безопасна, но она бессмысленна по своему белковому составу. Она никуда структурно не может войти в синтез. В синтез она входит только путем самопереваривания, превращения в аминокислоты, печени, дальше уже новые нужные белки. Организм очень экономно относится к всякого рода потерям. КПД, фантастический, но как только кровопотеря, эта секреторная функция желудка останавливается. Поэтому вот я все время подчеркиваю физиологическую защиту организма от кровопотери. Он добавляет плазму за счет снижения секреции, поэтому первый признак кровотечения сухость во рту. только сухость, а не жажда, сухость, останавливаются слюнные железы и останавливаются все остальные. Все это наводняет русло. Ну, органная потребность к кислороде. Вы видите, что все сжирает сердце и легкие. Ну, головной мозг меня мало интересует. Легкие и сердце. Кстати говоря, ведь, конечно, уже теперь, когда мы знаем ДВС, мы понимаем поведение больного с кровопотери. Молчаливый. Вы помните описание Пироговым шока? Вытянутый лицом молчит и ни на что не жалуется при тяжелом ранении. Шок это ДВС. Ну, вот на этом фоне. Конечно, я должен убрать потребление крови, мышечный покой, остановка секреторной деятельности, это я вам рассказал, почки тоже встали, никакой мочи, сердечный выброс увеличивается, увеличивается отдача кислорода в тканях, уменьшение вязкости крови за счет ее разбавления, ну и спазм периферических сосудов. Вот физиология ответа на кровопотерю. Ну, в это поведение организма я и вставляю свои средства помощи. Я, конечно, буду сохранять мышечный покой, я буду добавлять воду, ну, не воду, конечно, солевые растворы. Ну, это вот то, что удалось сделать. Понимаете, мы как-то уже привыкли к тому, что у нас все плохо, и как говорили в древности, я у мамы дурочка. у нас все хорошее за границей, а у нас ума нет. Ну, это не совсем так. И вот среди наших неуспехов в медицине есть только один успех, несмотря ни на что. Мы на 40% убавили смертность родильниц. Это фантастическая вещь. Ранее такая же фантастическая была в Армении. Наша бригада, она работала в институте кардиохирургии. Директором был профессор Микоэлян. Каждое утро я отправлял 200 литров плазмы с простым адресом Ереван Микоэлян Москва Кремль и далее три. А у меня было два слова. Работала безупречно. Конечно, плазму на месте они ее расходовали, но в общем 200 литров плазмы им было нужно. Вот эта бригада не сделала ни одной ампутации. Мы не ампутировали ноги больным с тяжелейшим краш-синдромом, с прочно остановившимися почками блокированными, с открытым переломом конечностей накладывали аппарат Волкова Аганиссяна у больных. Конечно, там тяжелейший ДВС, потому что из отдавленной конечности, хлынувшая в русло масса этого самого миоглобина и просто структурно распавшихся тканей, ведь это плазма, которая на взгляд была мутной. Что такое муть? Муть это десятки микрон, если не сотни микрон. Они блокируют весь кровоток, они забивают все капилляры. Там жуткий ДВС. А лечение простое. Плазма ФРС, очень много плазмы под контролем системы свертывания и диализ. Вот и все. Ну, когда воспалительный процесс, то антибиотики. И вот на этом фоне мы не сделали ампутации. В это время газеты гремели сообщениями о доблестных американских хирургах, которые сделали изумительную в сложнейших условиях ампутацию, а потом нашли хороший протез. Не понадобились у нас протезы. Были, дело доходило до скандала, но там жестко работали. В значительной мере дирижировал Николай Иванович Рыжков, ведь ему при жизни поставили памятник в Армении из-за дела. Сын работал, он говорит, ты понимаешь, я прихожу Рыжков, а мы работаем, ну, я могу ему по плечу сказать, отойдите, вы мешаете, потому что там было все завалено. они с трудом переступали тела людей, потому что никаких койк не хватало, лежало в проходах. И вот там все было просто, и когда у сына какого-то полковника появилась демаркационная линия на голени, она сфотографирована у нас, пришли полковники и говорят, надо ампутировать. Ну, наши молодые ребята сказали, дверь, прошу, мы, вон. Потом это уже продолжилось в Москве. Спасли его, конечно, что значит демаркационная линия? Что такое демаркационная линия? Вал тромбоза, больше ничего. А что такое вал тромбоза? Это много плазмы и много гепарина, и работать надо. Кагулограмма есть, это при царе горохе я смотрел на демаркационную линию. Нома, нома это смерть, но если много плазмы, много гепарина и антибиотиков, нома это не смерть, гангрена это смерть. Это было так, а теперь нет, много гепарина, много плазмы, и все будет растворено. И, конечно, у этих больных бывают атрофии, мышечные пнашки, мышечные некрозы были, но они все с ногами и руками. И вот женщин избавили от этой гибели только одним, запретили, мы объехали от Владивостока до Львова включительно, от Мурманска до Алматы включительно в постсоветское время, и рассказывали о том, чтобы а, никогда не переливали цельную кровь, б, имели запасы плазмы. и все, все кончилось. Но это из рук в руки. Вот приезжали в областной центр, собирали огромную аудиторию, объясняли, они нам толдычили свое капля за каплю, объясняли, что этого делать нельзя, и все кончилось. И таким образом мы теряем сейчас только из-за того, что опаздываем. Но тут мы бессильны. А это вот американская статистика. Очень интересно. Они взяли большую группу больных, раненых, царакарное ранение, а царакарное это значит закрытое, закрытое источник кровотечения. Больные транспортируются в господи, в шоковом состоянии. Они взяли и сравнили тех, кому оказывались трансфузионное пособие и старались поднять артериальное давление. И тем, кому либо не оказывали, либо минимально оказывали трансфузионное пособие. Поскольку здесь сотни больных, то статистика, пусть не яркая, смертность там и так велика, статистика довольно жесткая. Лучше ничего, чем лить и поднимать давление, если источник кровопотери не закрыт. Почему важен таракальный пример? Амбулаторно не перевяжешь легочный кровоточащий сосуд, а кровь течет. Поэтому лучше низкое давление, шок, ну немножко, немножко поддерживать своими средами жизнеобеспечения, но не выводить ни на какую норму. Выживаемость лучше там, где отсроченная трансфузиологическая помощь и вазопрессоры. Дальше. Показания к переливанию ретроцитов. Они, конечно, есть. Ну, во-первых, в остром периоде я все равно должен ДВС-синдром остановить плазмой, иначе бессмысленно работать. Одышка, тахикардия, циркуляторные нарушения, это очень просто. Бледность, конечно, имеет значение, но основное это одышка и тахикардия. Появили циркуляторные нарушения, значит, кислорода не хватает. Не хватает кислорода, переливай кислородоноситель, гемоглобин и ретроциты. Ну, снижение кислородного транспорта, сатурация, это уже реанимационный контроль. Это правильный показатель, но он немножко нескоро помощной. Понимаете, это показатель стационара. А я вам скажу по секрету, если больного с любой кровопотери привезли в реанимацию, он ни при каких условиях не умрет от кровопотери. Я вообще о ней уже не думаю. Если больной здесь, все будет в порядке. Он может умереть от сепсиса через какие-то дни. Он может умереть от последствий кровотравмы. Это все может быть, но от кровопотери в стационаре ни при каких условиях. Этого ничего не будет. Поэтому и работать то надо здесь, на этих показателях. А уж когда он на койке в реанимации спасут. Ну, понятно. Это я много раз говорил. Тромбоциты. Вот вы понимаете, тромбоциты это важная составляющая. Ведь если у вас разыгрался синдром диссеминированного свертывания крови и больной ушел в гипокоагуляцию, да, там потребились факторы свертывания, но там могут быть потреблены и тромбоциты, а они себя не заявят никак, кроме мелкоточечной петухиальной кровоточивости. И вы только по ней оцените потребность переливания тромбоцитов. Ну, здесь в этом слайде стоял еще один пункт. Вот сейчас при подготовке к лекции мы его убрали. Снижение уровня тромбоцитов ниже 20 тысяч. Это и так, и не так. Дело в том, что вам все равно какие они. Кровоточивость вызывающий инсульт в острой кровопотере может быть и при 50 и при 60 тысячах тромбоцитов, потому что давление уронили, тромбоциты в тромбах побывали и снова вышли в русло. Но это бессмысленные тромбоциты. Тромбоциты, которые не могут выбрасывать псевдоподии, они не тромбоциты. Счетчик их считает. И лаборант под микроскопом их видит. Но они бывшие в употреблении. Они не работают. И отсюда такие различия, что критической цифрой тромбоцитов в условиях плохо работающего костного мозга мы считаем 20 тысяч в кубическом миллиметре. Это в условиях плохо, ну, так называемой омега-кариоцитарная тромбоцитопения. А вот в травме, в лейкозологии эти цифры не имеют большого смысла. Вон промилл цитарный лейкоз. Там 80 тысяч, а уже инсульты, смерть. Потому что тромбоциты все были в тромбах, и они не работают. и поэтому если есть снижение уровня тромбоцитов, не так важно сколько их, но мелкоточечная кровоточивость, спонтанная петухиальная кровоточивость, тромбоциты надо лить. Лить их надо, но никак не меньше 4 доз. Все равно на фоне плазмы, это конечно. Критерий эффективности всех компонентов крови. Переливание эритроцитов, исчезновение одышки и сердцебиения. Между прочим, вы знаете, это любопытная картина, как выглядит больной, которому правильно перелили эритроциты. У него глаза живые становятся, он другой. Формально ничего не изменилось, ну пореже пульс, ну ноздри перестали раздуваться, это конечно так, но он ожил. Хотя он и был живым. Эритроциты значит исчезновение оценивается достаточность переливания эритроцитов по ликвидации циркуляторных нарушений тахикардии и одышки. Достаточность плазмы тестируется по остановке кровотечения и нормальному сгустку в пробирке. Сгусток плотной плазмы хватит. Это все остришие дела. Потом конечно надо за кагулограммой следить и переливать ее при угрожающем нарастании ДВС. Количество тромбоцитов, достаточность тромбоцитарного гемостаза, отсутствие мелкоточечная кровоточивость и все. И некоторый подъем. Усердствовать избыточно тоже не надо. А это вот критический уровень гемоглобина. Значит было 100, потом 80, потом 70, но если вы пойдете по нашему стационару, вы поймете, что давным-давно махнули мы рукой на эти цифры. С ними работать же невозможно. Мочи нет. Гемоглобин будет крайне низкий за счет разведения. Далее лазекс. Резко поднялся гемоглобин, но больному хуже. Что значит поднялся? Ну сгустили кровь. Гемоглобин очень средненадежный показатель. Он неплохой ориентир, но для человека, который всю кухню кислорода обеспечения держит в руках. Поэтому цифра 70 это очень низкая цифра. Но я никак не могу избавиться. Вот знаете, приходит на поликлинический прием женщина с 12 единицами. Ну это старое еще измерение, но гемоглобина. С какими же жалобами она явилась? С сердечными конечно. Покалывает и сердцебиение. А где ее гемоглобин? Гемоглобин весь вышел. Но это надо знать. Это просто повторение того, что я вам говорил, показания к переливанию эритроцитов. Почему это нужно помнить? Очень часто шок сопровождается остановкой почек. Тяжелый канальцевый некроз, почки становятся и каждый раз переливание эритроцитов усугубляет почечную недостаточность. Поэтому избыточного переливания надо избегать. Вот надо, надо, а если можно обойтись, не переливайте. Крайне неприятно, если тяжелая печеночная недостаточность. Вот нам приходится иметь дело с гипотаргией, острой желтой дистрофии печени. Там часто бывает это же содружественное поражение почки, печень, иммунокомплексный, старый иммунокомплексный синдром. Там хронический нефрит, хронический гепатит, и анемия, конечно. Вот лить, не лить. Каждый раз после переливания эритроцитов ухудшаются показатели печеночные, почечные. Кстати, я на прошлой лекции был один очень важный вопрос. Хоть я от него и не отмахнулся, немножко отвечал, но он все равно долгий. Это вопрос о хроническом ДВС-синдроме. Понимаете, иммунокомплексный синдром, их полно. Паратуберкулезные, парастафилококковые, парастриптококковые, это хронические, септические процессы, они все идут с хроническим ДВС-синдромом. А раз там есть это жуткое разрушение крови, при снижении всех компенсирующих механизмов, может быть, в порядке защиты, переливание эритроцитов должно быть всегда очень строго дозировано. Лучше больного держать в малокровии, но живым. Вот здесь, в этой аудитории, я когда-то демонстрировал одного своего пациента, я его хорошо знал, такой рослый, широкоплечий, ну так старый пятак он сгибал раз и два и подкову гнул спокойно. Но он заболел воспалением легких и у него на фоне воспаления легких случилась тяжелая сердечная недостаточность. У него был гидронефроз почек и в связи с гидронефрозом и хронической почечной недостаточностью у него была выраженная анемия. Это не мешало ему и подкову гнуть, он не мог бы пробежаться, 100 метров ему не одолеть, а подкову согнуть можно. Это не мешало ему себя обеспечивать работой. Я его продемонстрировал здесь и говорил, что вот воспаление легких, он поплыл у меня на глазах, стал терять давление, я не справлялся с ним, мне пришлось переливать эритроциты, потому что та анемия, которая ему обеспечивала жизнь в условиях воспаления легких и гипоксии воспалительные, там же ведь шунты работают, вы нагоняете в артериальное русло венозной крови очень много при воспалении легких. Ему не хватало кислорода, я вынужден был переливать эритроциты. И он пришел, вполне здоровый, крепкий мужик, 75 лет, когда я всю эту демонстрацию закончил, выпроводил его, я им сказал, да, у него анемия давно, но наврал я вам только одно, ему не 75 лет, а 95 лет, вот вам анемия, он живет с ней. Конечно, можно накачать его эритропоэтином, и он даст подъем гемоглобина, но 95 летний юбилей он бы не отметил на эритропоэтине. И вообще, сколько нужно человеку кислорода, это большой вопрос. Одно дело в юности, когда он бегает за невестой, а другое дело, когда он бегает от внуков и детей, и ему не нужен этот гемоглобин, а он ему не просто не нужен, он ему мешает, он способствует тромбообразованию, поэтому старческие анемии это сплошь и рядом. Женщина, которая имеет всегда меньше на полмиллиона миллиона эритроцитов, чем мужчина, и все время теряет, она же не болеет инфарктом миокарда до менопаузы, а вот после менопаузы, когда она нагребет гемоглобин достойный уважаемой Матроны, она дает инфаркты миокарда, но уже ее инфаркты миокарда сопровождаются гораздо более высоким процентом смертельных исходов, чем у мужчин. Вот игры гемоглобина, понимаете, к нему нельзя подходить с позиции нормы, норма по потребностям, по обязательствам, ну, тактика, это уже мы вот с вами все так или иначе, и вот это вот давление, держать на пределе низкого давления, стараться не нагнетать давление, потому что тромбы срываются, ну, для лиц пожилого возраста и детей другие индивидуальные нормы, ну, я их не смогу вам назвать, все равно, ведь ориентиры будут прежние, одышка, сердцебиение, иерархия трансфузионных сред, первое солевые растворы, потом коллоидные растворы, на этом месте грандиозный скандал, который мир пока не преодолел, потому что если вы спросите лектора, пожалуйста, точно распишите нам показания к физиологическому раствору и отличие этих показаний для реополиглюкина, полиглюкина, гидроксиэтил, крахмала, и лектор засыпался, потому что во-первых, ни реополиглюкина, ни полиглюкина в нашем институте просто нет, мы их никогда не льем, они уже давным-давно выброшены, не нужно, а гидроксиэтил, крахмал, почему мы льем, потому что реклама мощная, а еще почему, вот они задерживаются в русле, это я говорю, знаю, это слова, а еще почему, ну, в общем, ясности нет, но ясно одно, та реклама, которая вытолкнула на рынок полиглюкин, ревополиглюкина, она же ведь иссякла, эти препараты не улучшают показатели смертности при острой кровопотере, последняя убийственная атака против рекламы, ну, это я сейчас вам покажу, это вот тут, ну, есть протеин, да никогда в жизни я его не перелью, он хоть и есть, но его нет, альбумин, а вот это вот последние фокусы биологии, выяснилось, что на большой американской статистике, что больным, которым переливали в острой кровопотере альбумин, дали более высокий показатель смертельных исходов, почему, потому что альбумин очень быстро покидает русло и уходит в тканевое пространство, притягивая на себя воду, он дает тяжелый интерстициальный отек легких, конечно, это мы видим на снимке, но и всех тканей тоже, и отсюда понятно, что он дал повышение смертности, фирмы, выпускающие альбумин, подняли страшный скандал, начались перепроверки, перепроверки показали, что увеличение смертности, хотя и есть, но статистически недостоверно, извините, если или есть или нет, а мне ведь статистика абсолютно не нужна, что статистически на 100% достоверно, что альбумин не прибавил выживаемости, вот уж это точно, альбумин очень дорогой препарат, альбумин, вот мы работаем много с альбумином, потому что у нас больных с хроническим гепатитом очень много и мы знаем хронический гепатит, гипоальбуминемия и гипоальбуминемический отечный синдром, без альбумина работать невозможно, больные гемофилии, у них много гепатитов, у них бывает язвенное кровотечение, безнадежно лечить язвенное кровотечение, если у вас гипоальбуминемический синдром у пациента, отечная язва не даст тромбирование, а мы уже давно не резицируем желудки при кровотечении, значит, надо накачивать альбумином, но это единственное показание к переливанию альбумина, это гипоальбуминемия, а если ее нет, не нужен альбумин, ну и вот что мы сегодня делаем в препаратной части, ну, свежезамороженная плазма, понятно, из нее мы получаем восьмой, девятый фактор, фейбу мы не умеем получать, протромбиновый комплекс кое-как умеем, седьмой фактор нет, фибриноген получаем, но редко используем, фибриновый клей не очень ясен в своей защите язвы, как-то непонятно, антитромбин 3 научились делать, к серийному производству не приступили, ингибитор протеина С, протеин С, этого у нас нет, активатор плазминогена конечно у нас этого нет, и гамма-глобулин, и моноглобулин, а это другое. Nova 7 активированный седьмой фактор при острой кровопотере безукоризненно работает, при ней кровопотере простите, при кровотечении безукоризненно работает, он минует все пути, он просто активированный седьмой на десятый и тромбин, фибриноген, фибрин сгусток. Это мимо ход, он обходит всю схему свертывания, а прямо активирует, приводит к образованию тромбина и запускает каскад свертывания. он красиво работает, но он крайне дорог, и у нас используется, у нас большой опыт по нему, он используется почти исключительно у больных с ингибиторной гемофилией и кровотечением, когда антитела к восьмому фактору, и он хлещет кровь, мы прибегаем к помощи этого препарата, хотя мы его испытали при всех ранениях, при всех кровотечениях, он хорошо работает, но это препарат, который остановит кровотечение, он кровопотерю не скомпенсирует, он остановит кровотечение, он помогает при геморрагических инсультах, хотя, конечно, надо наживать собственный опыт большой, у нас он есть неплохой, но трудно, с инсультами всегда трудно, там многокомпонентный патогенез, и его трудно оценивать, я бы сейчас пока воздержался, но как фактор, останавливающий кровотечение, Nova 7 безупречен, но дальше все равно останется то же самое, плазму нужно лить, эритроциты лить, тромбоциты лить, объем восполнять и так далее, но в беседах с крупным начальством, которому очень на нервы действует наука, я объяснял, как будет выглядеть будущая война, ну, во-первых, мы с вами уже знаем, вот по опыту Армении, что Ивака госпиталя, этапы эвакуации должны уйти, это неверно, Беслан мы тщательно проанализировали, в Беслане я был и знаю, что это такое, это грубейшая организационная ошибка, мы приехали туда через пять дней, после, через четыре, пять дней, ну, через четыре приехали, а действовать на пятый день, после трагедии, а должны были приехать за два дня до трагедии, врачи должны быть до взрыва, а не после, второе, в Беслане, триста с лишним погибших, но когда я пошел в госпиталь и стал смотреть раненых, ведь были почти исключительно легко раненые, а соотношение тяжелых и легких должно быть один к одному, а у меня не набралось и десяти процентов тяжело раненых, а где же остальные сорок, а сорок на кладбище, почему они на кладбище, все, что могли сделать врачи Владикавказа, они сделали, мне их не упрекнуть, но вы не найдете города областного, куда вам триста сразу раненых запузырили и всем оказали помощь, мы не имеем таких резервных больниц, это нереально, вы вспомните, как Москва стонала, когда там взорвали переход, и там было десятка полтора, вы вспомните, сколько потеряли от Дубровки, просто так, от неорганизованности, мы должны были быть там, это первое, второе, оказывать помощь надо немедленно на поле боя, современная война отличается от того, что описано у Ремарка, на западном фронте без перемен, никаких окопов, сегодня здесь взрыв, через пять минут это место годится для развертывания госпиталя, никаких бандитов, никаких террористов тут уже нет, а снаряд прилетел издалека, потому что это показано было американской статистикой в травматологии, 80% травматических потерь при автомобильных ситуациях, катастрофах, или как у нас говорят, дорожно-транспортные происшествия, очень любим длинные выражения, 80% потерь обусловлено не оказанием помощи в течение первого часа. Вот в Беслане там был такой легкий эпизод, ну мы приехали, важные люди вокруг, министр, замминистра, ну всякая публика, врачи докладывают, стараются как-то получше все представить, ну выходим в коридор, я вижу какое-то смущение у врачей, которые там не присутствовали, не только хотят сказать, не сказать, что такое? Ну вы понимаете, вот там в Беслане женщина лежит, агонирует она правду, у нее разворочена левая легкая верхушка, и трахея повреждена, ну трахеостомы не наложишь, давления нет, я говорю, что ну так надо ехать туда, на меня накидываются коллеги, Андрей Иванович, там работают военные врачи, это из госпиталя Бурденко, ну как-нибудь они разберутся, ну что вы ей богу, я говорю, да, так, ребят, у вас машина есть? есть, вот эти двое с вами поедут, вот эти двое, они решат все, потому что, конечно, не я работал там, а со мной прилетел доктор наук, реаниматолог наш, который все видел, вообще хуже, чем он видел, не бывает, и хирург, хоть и кандидат наук, старший научный, который столько легких нарезал, сколько мало кто резал, но только отличие наших от не наших заключается в том, что наши режут легкие, у больных, у которых кровь не свертывается, или у больных, у которых лейкоцитов нет, у которых почки давным-давно стоят, они привыкли работать в особых условиях, двое приехали, ну, действительно, давления нет, тут все разворочено, трахеостома, то есть, трахея повреждена, трахеостомировать не удается, то есть, интубировать не удается, ну, поставили трахеостому сразу, подключили амбушку, положили на стол, резицировали верхнюю долю, и все дела, утром звонок, Андрей Иванович, больная в порядке, давление держит, все в порядке, мы потом забрали себе их, но она была самая легкая, потому что помощь оказали немедленно, достаточную, полную, в этих случаях не надо ничего делать, кроме полной, квалифицированной помощи, нельзя что-то перевязать, что-то заткнуть, это неправильно, надо сразу и абсолютно квалифицированную, был легочный хирург, был реаниматолог, ну, и все дела, что там, для них это рядовая работа, если эта работа затягивается на пару дней, это будет то, что мы видели на других больных, сплошные тени в легких, потому что выпал фибрин в легких, это фибриновые легкие, это ужасная картина, тяжелейшее воспаление легких и тяжелейший сепсис, и мы из четверых двоих потеряли, ну, ранение там, конечно, тяжелое, одного вырвано было осколком верхней доли и три ребра сзади, представляете себе ранение, конечно, а надо было сразу резерцировать легкое, все бы обошлось, он был бы легкий, я его видел, он там, в Беслане, был легкий, на эвакуацию ушло дни, какие же дни, дни привели к потере, у другой было ранение снизу слепой кишки, печени, нижней доли легкого и верхней доли, на верхней лежал уже осколок, ну, не справились тоже через, но теряли-то мы их через месяц, через три, почему? Потому что нужно было немедленно все сделать правильно, мне не бессмысленно, вы не подумайте, что там что-то не так делали, там все могли, все сделали, что могли, такие операции не для там, а для здесь, и вот, когда я рассказываю об изменившихся условиях кровопотерях, я говорю, будущая война, ранения, инъекции ново-севена, не километры бинтов, а инъекция, остановка кровопотери, и тут же включается профессионал, который работает по этому, по этой зоне кишки, легкие и так далее, так будет, так будет, и это будут совершенно другие больные, другие раненые, не будет никакого раневого истощения, которое у нас было в эту войну, такой нозологии теперь нет, не будет хронических сепсисов и хронического ДВС, ну хорошо, я вам рассказал, что знал, пожалуйста, вопросы. Если у человека гемоглобин снижен, при этом не предъявляет никаких жалоб, чувствует себя нормально, лучше вообще не требовать его никак? Ну, подожди, снижен гемоглобин, по какому поводу? Железа не было? Ну, предположим, женщина с тратной, геохранической в этом институте есть такая фраза произнесена, ну, директор, ему все можно, русской бабе гемоглобин не нужен. мне не нужен. Русской бабе гемоглобин не нужен. Я вам объясню, в чем дело. Я работаю на участке, приехал к кассирскому и говорю, что, Иосиф Абрамович, у вас в учебнике норма гемоглобина не та. Я этот анекдот уже рассказывал и еще раз. Он говорит, у вас мясо в магазинах есть. Ну, я говорю, какое мясо? Я даже удивился, как-то ему в башку пришло. Конечно, никогда никакого мяса не было, но это давно. Он говорит, вот там ваши нормы. нормальный гемоглобин у меня в районе, это, ну, будем по эритроцитам, нормы менялись по гемоглобинам, максимум 3,5 миллиона. Это у мужика, у женщины 3, и ниже, и работает. У вьетнамцев, как известно, еще чуть-чуть пониже. Но, когда мы их стали обучать полетом на реактивных истребителях, они подымались, и регулярно врезались в гору. И нам было непонятно почему. Все понятно. Тот гемоглобин, который нужен для летчика, для его молниеносных реакций, совершенно необязателен для того, чтобы сеять и убирать рис. Японцы, как известно, когда стали кушать мясо, выросли на 15 сантиметров. Во время русско-японской войны мы их звали макаками. Я нет, но меня еще не было. Потому что они были маленького роста, но башка работала. И вот тот гемоглобин, с которым пришла к вам женщина, она железодефицитом, пьет железо, не помогает, все это неправильно. Все. Во-первых, как она теряет кровь. постарайтесь остановить кровопотерю. Или кишечник, или язва, или массивные минорагии. Но справляйтесь, я же не могу. Это же не корова дойная, что же я из нее выливаю кровь, а ее нагружаю железом. Железо только внутрь, никаких парантеральных. Это только парантеральное железо для лиц, не имеющих тонкого кишечника. Значит, я не справляюсь с железом, значит, она теряет. Переливать ли эритроцит это полная бессмысль. Вы можете разово поднять, ну и все равно полетит все вниз. Переливание крови не стимулирует эритропоэз, скорее угнетает. Но уберите источник кровопотери и давайте нормальное железо. Ничего больше. И мясо. Все будет нормально. Но вы же сказали одно, она не жалуется. Она не будет жаловаться, потому что у нее хроническая анемия. Почему я сказал, что русской бабе не нужно? Потому что она знает, как себя вести. Она не будет спринтером. Она не побежит за троллейбусом. у нее не получается. У нее сердцебиение. Она пойдет за ним. А лучше опоздает на работу. Понимаете, тут вот я этого своего больного 95-летнего привел. Зачем? он все время жил на низком гемоглобине. Никогда трех миллионов не было эритроцитов. У него было 2 800-2 700. Но он всю свою жизнь адаптировал к этим цифрам. Вот и все. все. Андрей Ну, видите, в чем дело. Ничего, кроме санитарного просвещения, у меня за душой нет. Я читал лекцию кровотечения у родильниц в центре, как он там называется, ну, у Кулакова, короче говоря. Они с удовольствием слушали, мы стали с ними сотрудничать, и они всю идеологию приняли. И мы сейчас, вот для нашего института задача стоит не по кровотечениям, а как ликвидировать эпидемию ампутации матки. Потому что это бич национальный, ампутировать матку. Хлынуло? Отрезать? Нет, нет. И Кулаков все понимает, мы договорились. И сейчас стали все реже и реже в Москве отрезать матку. С военными? Ну, у нас очень тесный контакт. Из Беслана я летел на транспортном военном самолете. Специально полетел, мне было очень интересно. На аэродроме, уж вы меня простите за низкого рода подробности. Во-первых, полет, конечно, откладывается на 2-3 часа, полная дезорганизация. Везут не тех, не туда и так далее. Ну, нормально все. Я хожу по аэродрому, жарко. Мне говорят, Андрей Иванович, надо вам сходить. Я говорю, куда? Ну, понимаете, все-таки полет 4 часа, а транспортно и медленно летит. В уборную. Я говорю, как-то привык самостоятельно. Да нет, Андреевич, вы меня не поняли. В самолете нету туалета. Хорошенькое дело. Вот это интересно. Я говорю, а как же они? Они в ведро. Это 21 век, дорогие мои. Потому что, конечно, потом много было разговоров, непродуктивных, к сожалению. И самыми высокими начальниками говорил, объяснял, но пока никак. Мы должны уметь транспортировать не так, как транспортируем. Никакие транспортные самолеты не нужны. Мы вывозили больных из Беслана четверых, а машина, самолет, большой транспортный, военный самолет, берет 4 реанимобиля. Я говорю, а зачем нам реанимобиля? Я говорю, а зачем нам реанимобили? Андрей Иванович, питания нет. Оказывается, монитор реанимационный, но мы везли только тех, кто был наинтубирован. Монитор нельзя подключить к системе питания самолета. Вам не кажется, что все-таки это где-то от Николая Ивановича Пирогова наследие? Я говорю, жуть, это жуть. Унитаз, вместо него ведро, это вот суть дела. И мы привезли на тех автомобилях, реанимобилях, на которые загрузили в областной Владикавказской больнице. Вот они въехали в самолет, внутро, их там завязали, и они жили своими аккумуляторами. А если аварийная посадка, а если аккумулятор сдох, тогда что? Владимир Иванович, я так прошусь к использованию вертарана, пожалуйста, перед водой. Перфторан, ну, авторы его очень хвалят. Но поскольку у меня с эритроцитами сложности, с перфтораном тем более, я не испытываю в нем потребности. У меня эритроциты всегда в избытке в этой стране. И в другой тоже. Это самая неутилизируемая среда. Все-таки от доноров-добровольцев мы берем кровь. Ее фракционируем на эритроциты и плазму. Ну, и тромбоциты. Значит, опереливаем гораздо больше плазмы, чем эритроцитов. У меня эритроцитов-избыток. Поэтому дефицита нет. Что же касается перфторана, я его давно знаю, очень. У меня к нему отношение сдержанное, потому что была просьба лет 20 назад, по крайней мере. Сказал, ребят, я прошу дать экспериментальную проверку препарата на плазме. Не сравнивайте перфторан с физраствором, а перфторан с плазмой. До сих пор им как-то они не удосужились перепроверить. Все данные по перфторану из Афганистана я просто не читаю. Потому что перфторан работает при вдыхании минимум 80% кислорода. В полевых условиях Афганистана, как известно, этого не было. Поэтому выжившие раненые мне неинтересны. Тем более я хорошо знаю, что от дефицита красной крови никто не умрет. Поэтому я к нему не враждебно отношусь. Я просто прошу мне доказать. Ведь перфторан выводится из организма с огромным трудом. Из шести собак экспериментальных четыре умерло. Где проверяли эти трупы? В Астрахани. Почему не в Москве? Я задавал этот вопрос. Ребят, что-то непонятно. Собаки умерли от опухолей. Почему нету нормальных данных? Ну, знаете, нам было удобнее. Возможно. Перфторан первыми изобрели японцы. Препарат подхватили американцы. Прошло с тех пор четверть века. Американцы делают перфторан неоригинальный препарат. Это то же самое, что у нас. Американцы не пропустили перфторан для применения. Не пропустили. Почему? Почему мы пропустили через фармкомитет только в смутное время? Мне все непонятно. Но реальные нужды вот в моих условиях, чтобы погибал от дефицита кислородоносителя, у меня нет таких поврежденных. И раненых таких нет. Умирают не от нехватки гемоглобина, как они везде писали, а от ДВС. Все, что я вам сказал, я говорил в Пущине на их семинаре. И они не обижались. Хотя вышла книга, в которой довольно гнусная книга, хотя с автором я хорошо знаком. Там она называется, ой, забыл, как она называется. Ну, в общем, герой и злодеи в медицине. Моя фамилия среди злодеев. Там я участвую в убийстве Белоярцева, автора Перфторана. Ну, не автора, конечно, он вообще-то не химик, а аниматолог. Там кто-то затеял. Они подали работу на государственную премию. Ну, кто-то там был недоволен. Наслали на них комиссию. А они на производстве расплачивались спиртом. Впрочем, как, боюсь, не только они. И никто из нас никогда это не считал уже за такое преступление. Но на Белоярцева наслали следователей, и он повесился. Он погиб. Это было. Но я в это время не работал в этом институте. А написали так, что я хотел, чтобы мои сотрудники этого института получили государственную премию, а не они. Я вообще не имел никакого отношения к этому делу, потому что заведовал кафедрой и здесь не был. И Белоярцева не видел. Но сделали из меня злодеев, что я воюю с Перфтораном. А я говорил только одно. Я не воюю, я прошу доказать. И все. При том, что у нас отличное отношение с Иваницким и со всей этой бригадой. Но этот товарищ написал и про Разенкова, который я цитировал, что он тоже негодяй. Во время Павловской сессии что-то не то сказал. Ну, ему легко живется. Он знает, кто хороший, кто плохой. Но это я на всякий случай. Конечно, после такой книжки моя любовь к Перфторану не прорезалась. Но она нигде в мире не прорезалась. Понимаете, его никто не покупает. Ну, вот не работает эта работа. Они пошли, американцы, все время его пытаются протолкнуть, но не могут. И они пошли по искусственному, не по искусственному, конечно, а по гемоглобину, стабилизированному. По раствору гемоглобины. Не идет это все. Потому что не умирают от дефицита кислородоносителя. Вот в чем дело. Ваше отношение к заменителям альбумина, парентеральное питание, инфизол, которые производители позиционируют как замена альбумина в связи с теми... Замена чего? Альбумина. Вы понимаете, мне очень трудно. У меня куча скепсиса. Потому что все идет по линии упрощенчества. Я же не случайно на этой лекции вам рассказывал про Разенкова. Про секрецию желудка. Будьте осторожны. Мы используем парентеральное питание. Если вы пойдете в реанимацию, там полно парентерального питания. Кому хроническим больным лежит остановившись, с остановившимися почками родильница, дистрофия, сепсис, пролежень там еще, ладно. У нас не положено их иметь. Ей нужно парентеральное питание. Она интубирована. Ну, нужно. Нужно. Хотя стараемся туда. А вот в острой ситуации. Да не нужно оно. Пускай он пожрет себя. Он же лучше, здоровее от этого будет. Он растворяет жиры. Он растворяет от ароматозной бляшки. Ведь это же была гениальная работа. Такой был второй профессор у Георгии Федоровича Ланга в Ленинграде по фамилии Гротель. Он выпустил работу по наблюдению за ленинградскими блокадниками. Инфарктов не было и на вскрытии не было от ароматоза. Поэтому все острые ситуации не нужны на парентеральном питании. Хронически другое дело. Не вытягиваем. Мы парентеральное питание в цитостатической терапии широко используем. Потому что у нас люди ничего не едят. Это нужно. Но в короткие отрезки и тогда, когда действительно истощение. А так зачем? Пускай покушает себя. Углеводы надо давать. Альбумин только гипоальбуминемический синдром. Все остальное вон. Я ведь это не случайно вам сказал. Куда делся РУ полиглюкин и полиглюкин? Я ни пальцем не тронул. Никогда. Неокомпенсант. Зайдите в реанимацию. Нету ничего. Нету. За ненадобностью. Никто же не заставляет? Да. Хорошо.